Мы продолжаем чтение Евангелия, глава 2 от Матфея, 13 стих. Когда же они отошли, то есть волхвы, все ангел Господень являются во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. При внимательном прочтении этого стиха нас поражает то, то, что с первых дней жизни младенца Христа, во-первых, начинается гонение на Него, а во-вторых, что Он, то есть младенец Христос, находясь под покровительством Отца Небесного, ведь Он пришел исполнить волю Отца, Он беззащитен. И это при всем своем могуществе, ведь Он сотворил этот мир, Он сотворил человека. Он знает все детальки человеческого существа. Он знает, как можно остановить человека в его безумии. И тем не менее, Господь остается обычным младенцем в обычной семье. Если бы мы читали какие-то языческие мистерии, связанные с жизнью какого-то титана или полубога языческого, то его жизнь в этом случае сопровождалась бы обязательно огромным количеством чудес, расправы над гонителями. Ничего подобного мы не встречаем на страницах Евангелия. Иосифу открывает Ангел Господень, чтобы он ушел вместе с Девой Марией и младенцем в Египет. Египет — это ближайшая страна с Палестиной, Израилем. Но тем не менее, им пришлось преодолеть не менее 500 километров в бегстве от зависти и злобы Ирода. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Я, пользуясь случаем данного стиха, хотел бы обратить внимание ваше на очередное использование пророчества, в частности, пророка Осии. И на самом деле это пророчество имеет в виду израильский народ, который Господь вызвал из египетского плена. Но евангелист использует это пророчество по отношению ко Христу. Такие места мы будем встречать еще не один раз. Вы понимаете? Вот, казалось бы, пророчество, вот как часто его хотят видеть, как некое предсказание о будущем. Но в Священном Писании это не футуризм, это не предсказание о будущем. Это указание на волю Божию. И вот если тогда воля Божия была в том, что Господь вывел Израиля, причем как сына своего из Египта, также здесь евангелист отождествляет Христа, Сына Божия и Сына Человеческого, с Израилем тоже как с Сыном Божьим. И в этом огромная правда, огромная сила, потому что Сын Божий о Себе говорит, Сын Человеческий. В этих словах Христа огромная надежда для каждого из нас, потому что Он называет Себя Сыном Человеческим. Это значит, что Он желает быть одним из нас. И вот тогда Ирод, увидев себя осмеянным, волхвами весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ифлиеме и во всех пределах Его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Еремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плачу ледание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Это очередной стих пророка, сейчас пророка Еремии. Он пророчествует об отведении сынов Израилевых Навуходоносором в Вавилонский плен. И Навузардан, его полководец, собрал евреев в раме, то есть это небольшое селение возле Иерусалима, где покоились останки Рахиля, матери Иосифа и Вениамина. И вот она плачет о детях своих, которых уводят в плен. Но здесь евангелист опять использует текст пророческий, и Рахиль плачет об избиенных младенцах. которых избивает Ирод, вернее сказать, по его указанию. «По смерти же Ирода все ангел Господень во сне являются Иосифу во Египте». Наверное, все-таки еще нужно обратить внимание на избиение Ирода младенцев. Ирода младенцев. Ведь обратите внимание то, что по преданию было умерщвлено 14 тысяч младенцев. это в небольшом регионе в окрестностях Вифлеема. И Господь попускает эту гекатомбу уничтожения детей. конечно, сейчас по этому случаю много было бы, конечно, выражено всевозможных гуманистических идей. И почему Господь вообще попустил? Куда Бог смотрел, когда совершалось это страшное и жестокое убийство невинных младенцев? Даже в историю вошел такой афоризм, избиение младенцев, то есть когда происходит избиение беззащитных людей. Вы знаете, вне религиозного сознания, христианского сознания вещей, этого невозможно понять. А именно, во-первых, нужно понимать, что человеческая жизнь, она не ограничивается земным быванием, земным существованием. Человеческая жизнь, она имеет основную ценность в своем вечном бытии. И для нас, верующих людей, у нас тоже есть сострадающее сердце. У нас тоже болит душа, когда страдают невинные. Но Бог, который сотворил человека, неужели он не сострадает? Если он пришел спасти человека, неужели он не может спасти сейчас младенцев от этого страшного избиения? Вы знаете, это даже какой-то предмет для наших уже сейчас размышлений. Но есть, конечно же, и размышления святых людей. Что нужно отметить? Настолько Бог оценивает человеческую жизнь, рассматривает ее на фоне вечности, Он понимает, что самое основное благо человеческого существа, его жизни, это жизнь вечная. Настолько Он видит, что человек будет блажен и счастлив только там, и что здесь не может быть человек счастлив. Он даже на страницах Священного Писания не говорит о счастье. Он говорит только о блаженстве. Блаженство, я уже переводил однажды это слово, на греческом языке оно звучит как макариси, что этимологически в переводе как состояние, в котором человек себя не жалит, не кусает, не грызет. И вот это состояние абсолютной свободы от всякого неудобства. И вот если Господь рассматривает человеческую жизнь на фоне вечности, что мы еще можем из этого увидеть? Если бы Господь ценил, только ценил эту зимую жизнь, то Он бы прошел совершенно другим путем в своей человеческой жизни. Но мы видим, вся Его жизнь – это перенесение гонений, страданий, испытаний всевозможных. И помните, когда отговаривал Его апостол Петр от того, чтобы он прошел этим путем страдания, он даже сказал такие слова – «Отойди от Меня, Сатана». Мы никогда больше не слышали из уст Христа подобных слов, тем более слов, которые были бы обращены к любимым ученикам. Первоверховному апостолу Петру он говорит такие слова – «Отойди от Меня, Сатана». С еврейского языка – «Сатана противник». Он сравнивает его с падшим духом. И далее говорит – «Ты говоришь не то, что Божие, а что человеческое». Давайте обратим еще внимание на некоторые детали этого момента. Сколько подвижников благочестия. Если человек был богат, он отказывался от богатства. Если человек был красив, он отказывался от своей юности, красоты, молодости. Если человек был здоров, силен физически, он отказывался от этого. Он истощал, можно сказать, свое тело подвигами телесными. Причем они поражают даже наше воображение, эти подвиги. Настолько они кажутся изуверскими, эти подвиги. Но когда мы смотрим на плод этих подвигов, то мы видим, что человек не озверел вследствие этих подвигов. Этот человек стал кротким, стал глубоко любящим и самоотверженным. Светлым человеком стал человек вследствие подвигов ради Христа. Да и сам Господь предлагает человеку, как некий дар, возьми крест свой и иди по стопам моим. И Он сам говорит, что Он кроток и смирен сердцем. Он сам несет крест. И поэтому мы можем сделать еще один вывод из этого, что новизна, которую предлагает Христос, вообще своим пришествием, своими словами, своей жизнью, эта новизна, она никак не вписывается в сознание здравомыслящего человека. Новизна настолько, как Чистертон замечательно сказал, что невозможно было выдумать Евангелие. Потому что, если бы человек выдумал даже гипотетически допустить Евангелие, я имею в виду то, что есть, то он не знал бы, что с этим вообще делать в результате. Потому что все то, что заложено в Евангелии, оно вообще противоречит всякому здравому смыслу. Знаете, как здравый смысл говорит? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Вот Господь не идет таким путем. Он даже не предлагает этого пути человеку. Он предлагает только свою любовь и ненависть этого мира. Две вещи предлагает. Кто хочет быть моим учеником, прежде всего должен отвергнуться от себя, а затем от всех близких. Часто вскользь считают эти слова, но Господь именно об этом говорит. Потом Он уточняет, что если вы любите любящих вас, то это же делают грешники, язычники в другом тексте евангельском. Вы должны любить тех, кто вас не любит. Кто раньше вообще об этом говорил? Да никто вообще об этом не говорил. Да и сейчас здравый смысл. Весь закон говорит о том, что грешника нужно обязательно наказать. Учинить обязательно справедливую расправу над грешником, если он нарушает закон. Несмотря на то, что закон является как бы выражением гуманизма, то есть всего самого святого, чего достигло секуляризированное человечество за всю свою историю, Евангелие невозможно вместить. Потому что Евангелие предлагает человеку путь прежде всего ко спасению. Оно не предлагает человеку земное устройство, хотя и помогает человеку некую мораль, которая помогает в решении каких-то проблем, которые возникают внутри общества. Но самая основная задача Евангелия, Благой Вести, привести человека ко спасению. А ко спасению это значит к вечной жизни. И вот поэтому мы не видим с первых страниц Божьей гуманности по отношению даже к младенцам. Но в то же время мы видим, как Господь ласково благословляет младенцев, когда они приходили и их отталкивали взрослые, вы помните. Отталкивали? А Он говорит, нет, не отталкивайте их, потому что таковых есть Царство Небесное. И благословил младенцев. Видимо, Господь знал судьбу этих малышей. Он знал, что ожидает этих малышей. Может быть, Он видел в числе распинателей их своих. Может быть, Он видел их в числе тех, кто оплевывали Его, отрекались, смеялись над Ним. И Господь устроял им в этом случае спасение. Для того, чтобы они не совершили страшный грех, Господь дает им возможность принять в раннем в своем возрасте мученичества. Это сегодня человек настолько озадачен и озабочен своей кожей, своим телом, что Он готов продать свою душу и пойти куда-то лечиться, где Ему скажут. Но там же помогают какие-то целители. И когда спрашивают человека, почему вы пошли туда, Он ответит, но это же помогает. Да, многое, что помогает. Но если Господь запрещает обращаться к всевозможным целителям, помните, Он перечислял еще в Ветхом Завете, да не будет у тебя чародей, обаятели, волхвователь и так далее, и так далее. Шептун. И если человек обращается, значит для него воля Божия менее значит, чем просто его кожа, за которую он дрожит. Конечно, тело человека тоже Богом создано. Это факт. Но мы должны понимать, что тело само по себе, оно не способно любить, оно не способно знать, оно не способно вообще ни на что без души. Вечное начало в человеке это душа. И вот когда Господь попускает какие-то смерти, какие-то болезни, вы знаете, на это очень важно обратить внимание. Если будем читать какие-то даже источники, литературные источники, которые передают быт и жизнь того времени, то люди будут озадачены одним, лишь бы он ушел к Богу. Сколько раньше было эпидемий и как мало было медицины, сколько было войн и не было практически правоохранительных систем, которые могли бы охранять мир человека. Жизнь человека настолько была беззащитна и хрупка, что он мог подвергнуться смерти в любую секунду. Помните, сколько рождалось семья детей? Восемь, а выживало два, может быть, человека. И не было для людей трагедии. Не в том, что умирали дети, это всегда трагедия, но люди понимали, что есть еще воля Божия. Мы вообще здесь всего лишь гости. Но особенно хотелось бы гуманистам сказать такие слова. Сколько наше гуманистическое общество вообще сделало абортов, что за всю историю человечества наверное не было сделано сколько было сделано за последние столетия. Я как-то приводил страшную цифру. За время вот это постсоветское время было на Украине сделано 45 миллионов абортов и 45 тысяч в Польше, где-то 43 по-моему. Это еще одна Украина. И если они говорят ну куда же Господь смотрит, то хотелось бы задать этим людям вопрос. Господь знает когда взять человека. И это будет самое счастливое время в жизни человека уйти тогда когда воля Божия его есть. А вот когда человек убивает другого причем родители убивают своего собственного ребенка нанимая киллеров в белых халатах. Вот это уже есть над чем задуматься. Все это просто разговоры о том куда Господь смотрит. Господь смотрит туда где находится вечная душа человека. Он знает и боль телесную человеческую. рахиль плачет но мы не не слышим и не знаем о слезах Иосиф они оплаканы по-человечески. Есть воля Господня. Особенно как было смотреть Отцу всемогущему Отцу на смерть Своего безгрешного Сына. Причем тогда когда Он просил в Гефсиманском саду Отче пусть мимо пройдет Меня чаша сия. Сын просил о помощи о том чтобы Господь Отец Его избавил от страшной смерти Сын конечно говорил да будет впрочем воля не моя но Твоя и все-таки Отец попустил ему эту страшную позорную смерть. Поэтому мы должны понять что человеческая жизнь она имеет только тогда ценность когда она устремлена к Богу и нацелена на осуществление нравственности и говорит встань возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву ибо умерли искавшие души младенца он встал взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву услышав же что Архилай царствует иудеи вместо Ирода отца своего убоялся туда идти но получив во сне откровение пошел в пределы галилейские и придя поселился в городе называемом Назарет да сбудется реченное через пророков что он Назареем наречется но вот нужно заметить что таких слов в Ветхом Завете нет что он Назареем наречется это очень важный полемический аргумент в данном случае Ян Златоуст говорит о том что существовал текст из Ветхого Завета который не сохранился не вошел в канон и его использует в данном случае Евангелист Матфей что он Назареем наречется это полемический почему момент потому что мы видим что нет текста на который ссылается но ссылается тем не менее Евангелист как на существующий текст следовательно он сохранился только в предании здесь тоже аргумент предания младенец же возрастал и укреплялся духом исполняясь премудрости это уже Луки 2 глава 40 стих исполняясь премудрости и благодать Божия была на нем то есть в Назарете это северная часть Израиля Галилея так называлось этот регион там там жил Христос родился он в другом конце Израиля в Вифлееме в южной части но жил в северной части в Галилее не в Иудее а в Галилее младенец возрастал и укреплялся духом исполняясь и исполняясь премудрости это важный момент подчеркнуто здесь человечество Христа что он тоже возрастал как обычный человек все в нем было как у людей он не был каким-то сверх человеком как утверждает иеговисты что он был каким-то особым сверх существом нет он не был сверх существом он был обычным человеком но в то же время он был и сыном Божьим но человечество было в нем такое же как у каждого из нас в нем даже была способность грешить это можете отметить то есть он мог согрешить но он не согрешил если бы он не мог грешить значит и не было бы того искушения в пустыне которому он был подвержен и благодать Божия была на нем каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи и когда он был 12 лет пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник ежегодно каждый правоверный мужчина иудей должен был ходить в Иерусалим трижды на Пасху Пятидесятницу и праздник кущий женщины не обязательно они могли не ходить на праздник в Иерусалим только мужчины но могли сопровождать причем полное празднование праздника совершало семь дней но основные были два дня остальные как бы уже были полупраздником то есть по праздницам скажем так поэтому минимум должен был праздновать в Иерусалиме правоверный иудей два дня значит один из этих праздников причем иудеи приезжали из рассеяния рассеяние это эмиграция если даже они проживали в Риме к примеру или в Сирии или в Малой Азии они все старались приехать именно в этот день пасхальный особенно на Пасху это самый большой конечно был праздник и соответственно собиралось огромное количество евреев в этот день в Иерусалиме когда же по окончании дней праздника возвращались остался отрок Иисус в Иерусалиме и не заметили того Иосиф и матерь его но думали что он идет с другими пройдя же дневной путь стали искать его между родственниками и знакомыми дневной путь это приблизительно 25-30 километров то есть они прошли и обнаружили что с ними нет отрока Иисуса обычно паломничество совершалось большим караваном и поэтому он где-то мог быть вместе с другими детьми общаться и не придали значения думали что он вместе со всеми где-то просто в другом конце каравана но обнаружилось что его среди паломников возвращающихся в Галилею в Назарет нет возвратились тогда они в Иерусалим ища его это еще был потерян один день через три дня нашли его в храме сидящего посреди учителей слушающего их и спрашивающего их это важный момент на него нужно обратить внимание он сидел посреди учителей слушал и спрашивал все слушавшие его дивились разум и ответом его обычно когда собиралось огромное количество людей собиралось много ученых фарисеев знатоков писания и люди желающие побольше узнать собирались вокруг садились и слушали и представьте себе учительствовать мог только тридцатилетний молодой человек мужчина молодой в тридцать лет но здесь мы видим 12 лет отрока Иисуса удивляются фарисеи знатоки закона его разуму его ответа он спрашивал и вот здесь несколько моментов на которые мы должны получить правильные ответы особенно сейчас когда пытаются Христа отправить в Индию Гималайю в Шамбалу для того чтобы он где-нибудь там припал к ногам какого-то восточного учителя и впитывал мудрость Востока много написано уже книг глупых на этот счет почему глупых потому что если бы они были умны эти книги то в этих книгах можно было бы первое обнаружить связь учения Христа с учением восточных учений но если мы посмотрим в учение Христа то мы не найдем учения о реанкарнации о колесе сансары о карме это основные учения Будда уже проповедовал семь столетий до рождения Христа Христос мог бы принести в иудейскую религиозную среду для разнообразия учения о нирване ничего подобного Христос не говорит конечно для эзотериков то есть любителей всевозможной мистики период между 12 и 30 годами это очень интересный период ничего не говорится более о Христе в Священном Писании а значит есть огромное поле для всевозможной билетристики мистики если ученик учится у какого-то учителя то для того он и учится чтобы быть носителем учения своего учителя Христос проповедует прежде всего себя самого он не проповедует никакого учения вообще учение создает церковь Христос не дает учения Христос проповедует себя как посланника своего отца и он именно говорит о себе что он путь истина и жизни он не предлагает какие-то абстрагированные формы теории схемы путей истины какой-то отвлеченной философской и жизни какой-то абстрагированной господь предлагает себя как жизнь он называет себя хлебом пищей для человечества разве что-то подобное проповедовали учителя Востока нет конечно это первое второе он не нуждается в ни в каком учении он ни одну школу не заканчивал ни начальную при синагоге не высшую при Иерусалимском храме он не сидел у ног Гамалиила как сидел апостол Павел для изучения веткозаветного закона но в 12 лет он мог поразить своими ответами своим разумом слушающих его удивлялись лучшие учителя еврейские кресту увидев его и матерь его сказала ему чада что ты сделал с нами вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя еще хотелось бы отметить что евангелию от Иоанна 7 глава 15 стих фарисеи будут говорить дивились иудеи говоря как он знает знает писание не учившись это подтверждение тех слов которые я уже вам привел и он продолжает в 16 стихе 7 главы мое учение не мое но пославшего меня и вот иосиф и матерь были тоже потрясены тем что услышали и увидели здесь говорит слова необычные может для кого-то покажется что как могла сказать Дева Мария эти слова но тем не менее они звучат здесь вот отец твой говорит Дева Мария и я кого она называла отцом иосифом и нужно понять что именно он и был ему законный отец он не был по плоти отец но он был законным по воспитанию потому что он был в повиновении как говорит нам Евангелие у них и возрастал телом и духом но он сказал зачем было вам искать меня или вы не знаете что мне должно быть в том что принадлежит отцу моему вот здесь они наверное впервые об этом ранее конечно нам не говорит Евангелие но впервые услышали то что он сказал сейчас мне 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 быть то что принадлежит отцу и они не поняли говорит нам дальше текст сказанных им слов видите святые божьи люди но не смогли понять того что сказал он можете себе представить в каком недоумении были учителя фарисеи которые были поражены ответами и премудростью его так Дева Мария она знала о том кто его отец и все равно не до конца она сейчас поняла и он пошел с ними и пришел в Назарет и был в повиновении у них и Матерь его сохраняла все слова сии в сердце свое здесь еще важные слова опять указано о том что он был в повиновении то есть было уже сказано и сейчас опять но сказано после того как он сказал что мне надлежит быть у отца моего то есть небесного отца в доме отца небесного он смирил себя даже после того как он сказал эти слова он все равно продолжал быть в повиновении у своих родителей названного отца Иосифа и матери Марии и матерь его сохраняла все слова сии в своем сердце Иисус преуспевал и Траханитской области Алисане четвертовластникам Авеления при первосвященниках Анне и Каяде казалось бы зачем вообще указывать этих персонажей которые были жестокими самодурами деспотами для того чтобы указать на историческое время когда совершалось это евангельское событие потому что эти лица были зафиксированы в текстах исторических потому что велась деловая документация хроники придворными писцами и соответственно история измеряется всегда историческими личностями то есть всегда когда идет речь об истории то мы обязательно обозначим историю как время когда жили определенные исторические личности творцы истории у нас здесь еще такая особенность что при первосвященниках Анне и Каяде но мы знаем что первосвященник был у евреев только один но здесь указывается два это тоже очень важный момент почему потому что началось время беспредела со стороны правителей я имею ввиду потомков Ирода Великого они сами снимали сами назначали первосвященника и поэтому возникало двоевластие то есть Анна такое мужское имя было у первосвященника он был отстранен от первосвященнической должности и на его место был назначен Каяф но он как бы оставался при том же авторитике первосвященника поэтому было два первосвященника и указывается на этот факт для того чтобы понять что было время смутное тяжелое управляли ветхозаветной церковью светские лица был глагол Божий Киану сыну Захарии в пустыне появляется знакомый нам персонаж креститель Иоанна Господь обращается к нему в пустыне где он находился все время с того момента когда он остался без родителей он был пустынным жителем что происходило в жизни Иоанна Крестителя в пустыне можно было только догадываться великая тайна но все-таки мы можем порассуждать с помощью святых отцов пустыня само по себе место достаточно тяжелое скверное евреи постоянно хотели выйти из пустыни и пытались они это сделать в течение сорока лет ходили кругами пустыня небольшая маленькая умерли все кто вышел из Египта за исключением одного человека Иисуса на вино все остальные умерли для еврея уйти в пустыню это уйти вместо скверное вместо трагедии вместо какого-то испытания вместо где живут демоны именно туда уходит Иоанн Креститель а вернее сказать его Господь отводит в пустыню для чего для того чтобы он вышел оттуда победителем он преодолел все страхи какие можно было и страхи самой местности страхи перед дикими животными страхи перед темнотой перед холодом голодом это было тяжелая школа испытаний Господь вызывает его из пустыни и он выходит с очень светлыми словами покайтесь приблизилось царство божие он выходит оттуда не одичавшим не озверевшим а выходит свободным светлым человеком и всякое слово которое он произносил это слово было было исполнено огромной силы он был действительно учителем учителем покаяния нужно обратить внимание на слово покаяние метанойя греческое слово в переводе буквально метанус переменить свой ум меняет человек себя когда совершенствует когда он меняет от худшего к лучшему от лучшего к еще лучшему и так до бесконечности он был молодым человеком но исполненным огромного опыта христос же не был пустым и ему не было в этом нужды потому что в нем была божественная личность он был богочеловеком он был свободен от греха ему не нужно было ничего побеждать но в то же время он совершает эти победы мы увидим человеку же такому как ян креститель нужно было пройти этот путь для того чтобы других научить покаяния он должен был сам пройти этот путь и он проходил по всей окрестной стране иорданской проповедуя крещение покаяние для прощения грехов первая глава от Иоанна седьмой стих он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете но тем не менее эти слова как будто противоречат словам Христа однажды спаситель скажет вы свет миру но неужели величайший из людей как о нем говорит спаситель Иоанн притеча не был светом неужели он только был призван свидетельствовать о свете он был светом но он отражал только свет он не был источником света вот о чем идет речь источником света является только Бог а все земные существа и небесные они только отражают как зеркало может отражать свет солнца так и они могут отражать только божественный свет Матфея 3 глава 1 стих и проповедует в пустыне иудейской и говорит покайтесь ибо приблизилось царство небесное ибо он тот о котором сказал пророк Исаия глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу прямыми сделайте стези ему всякий дол да наполните и всякая гора и холм да понизится кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими и узрит всякая плоть спасения Божия когда пророк приводит такие сравнения пророк Исаия в своей 40 главе с 3 по 5 стих то он имеет ввиду людей для того чтобы сделать в свою душу прямой путь Бога где-то нужно смириться понизиться и так далее Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих а пищей его были акриды и дикимет это описание отшельника тогда Иерусалим и вся иудея и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане исповедуя грехи свои вообще это иудейская традиция совершать различные омовения вода является символом очищения омовения и жизни одним словом вода использовалась в религиозной практике ветхозаветных иудеев это называлось тивилой омовения на еврейском языке а яна крестителя на еврейском называли хаматвил который совершал тивилу омовения к нему подходили люди видя образ этого небожителя который был в такой необычной одежде с длинными нестриженными волосами бродой назарей который прожил 30 лет в пустыне и нельзя было сокрыть хоть один грех потому что по данному дару от бога иоанн креститель прозревал душу человека он видел как на ладони душу человека заходил к нему человек а он стоял в это время в Иордане Иордан неглубокая река совершалось крещение в Ифаваре и вот исповедовал кающийся иудеи свои грехи и затем иоанн креститель полагал свою руку благословенную на главу этого человека и погружал в воды Иордана конечно все что совершалось в это время на Иордане имело огромное впечатление на приходящих отшельник вода которая переполнялась грехами человеческими становилась как бы смертоносной и вот этот человек проповедует Христа он не проповедует свое учение увидев же иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься сказал им порождение ехиднины ехидна это очень ядовитая змея кто внушил вам бежать от будущего гнева это кому он говорит фарисеям и садукеям фарисей в переводе фаруш с еврейского языка отделенный садукея от садок благочестивый справедливый этим людям которые учили других людей закону этим людям он говорит вы от рождений смеины иоанна крестителя окружала огромная толпа людей они пришли для того чтобы принять крещение а может быть даже поспорить с иоанном крестителем о законе они далее будут еще спорить с ним будут задавать ему вопросы какой он властью это все делает но он им говорит очень коротко сейчас сотворите же достойный плод покаяния для того чтобы понять человек покаялся или нет для этого нужно совершить какое-то дело покаяния то есть недостаточно одной перемены ума нужна такая перемена ума которая охватила бы все человеческое существо и втянула в подвиг духовной брани подвиг искупления греха духовного труда внутренней работы над собой он не верит их словам он призывает их к тому чтобы они сделали плод всякое древо он говорит не приносящие плода бывает посекаемо и в огне вметаемо и не думайте говорить о себе а у них уже были заготовлены фразы возможно он по прозорливости своей сразу отвечает отец у нас Авраам ибо говорю вам что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам вы надеетесь на то что вы являетесь потомками Авраама Господь может из камня воздвигнуть детей Авраам и так произошло потому что Исаак не до конца был сыном Авраам почему по крови по плоти да но по естеству Авраам не мог дать плод чрева для своей Сары потому что стар и бесплоден и затем Господь призывает Авраама принести в жертву Исаака и он отдает а значит Авраам остается без детей все что есть у него оно Божье уже и секира при корне дерев лежит всякое дерево не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь вы можете себе представить какое впечатление производили эти слова немногословные речи были Иоанна Крестителя но были исполнены огромные силы я крещу вас в воде в покаянии но идущий за мной сильнее меня я не достоин понести обувь его он будет крестить вас духом святым и огнем он говорит еще о каком-то более таинственном человеке который идет за ним и сильнее его и он будет крестить вас огнем и духом святым это обезорушивало всех присутствующих лопаты его в руке его и он очистит гумно свои и соберет пшеницу свою в житницу а солому сожжет огнем негасимым он не дает никаких возможностей к полемике всем своим врагам он говорит как будто видит все с того мира и спрашивал его народ что же нам делать видите только так можно отреагировать на эти слова он сказал им в ответ у кого две одежды тот дай неимущему и у кого есть пища делай тоже пришли и мы тарик истицы и сказали им учитель что нам делать он отвечал ничего не требуйте более определенного вам спрашивали его так же и воины а нам что делать все спрашивают что делать потому что именно это путь к тому чтобы принести плод покаяния здесь нет словесной перебранки что делать и сказал им никого не обижайте не клевещите и довольствуйтесь своим жалобом когда же народ был в ожидании и все помышляли в сердцах своих обьяния не Христос ли он и он всем отвечал я крещу вас водою но идет сильнейший меня у которого я не достоин развязать ремень обуви он будет крестить вас духом святым огнем для того чтобы понимать речь и огромную силу этой речи и те слова которые он подбирал а вернее сказать он говорил духом святым то нужно обратить внимание на то что значит не достоин развязать ремень сапог его когда богатый иудей входил в дом то раб снимал обувь и умывал его ноги это было самая презренная рабская должность умывать ноги помните что спаситель Божий сделает он сам умоет ноги своим ученикам они там между собой спорили помните апостолы спорили почему потому что он это же по-рабски ну как же это можно сделать и он делает именно то что является самым срамным и здесь он говорит я не достоин развязать он будет крестить вас духом святыми огнем многое и другое благовествовал он народу поучая его матфея 13 3 3 глава 13 стих тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан Киану креститься от него и он же удерживал его и говорил мне надо креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне но Иисус сказал ему в ответ оставь теперь ибо так надлежит нам исполнить всякую правду тогда Иоан допускает его и Иисус крестившись молился конечно нам понятно крещение грешника но крещение Христа заставляет нас задуматься над некой тайной которая совершалась в этот момент и тайна действительно имела очень глубокий смысл спаситель погружается в эти воды которые становились сточными водами человеческого греха от человеческого греха он погружается в эти воды для для него крещение это взятие креста на себя человеческого греха крестоношение господь говорит на недоумение отвечает на недоумение иоанна крестителя что мне нужно исполнить так правду божию правда божия это правда отца небесного который послал его в этот мир взять на себя этот крест в этом правда прежде всего Иисус крестившись молился Луки 3 глава 21 стих а вот уже в 16 от Матфея и вышел из воды и все отверзлись ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия который сходил как Бог и не спускался на Него конечно когда идет речь о молитве Христа то идет речь о чем-то другом Бог вы знаете молитва которая идет от нас к Богу это всегда ответ ответ на то что Господь посеял в нашем сердце Бог молился прежде к нам он молился к нам говорил свое слово к нам эта обращенность Бога к нам имела свои последствия в нашей душе в нашем сознании появлялись какие-то мысли в наше сердце появлялись какие-то обновленные чувства одним словом душа приходила в состояние некого умиления и вот когда душа умилялась то мы не могли не молиться нам кажется что мы как будто первые начинаем обращаться к Богу когда произносим первые слова Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного начиная утренней молитвы или вечерней далее произносим Царю Небесный Три Святой Бочи Наш нам кажется что это молитва которая является неким обращением к Богу который неведомо где слышит ли Он нас но нам нужно помнить что эта молитва которая обращена к Богу является всего лишь ответом Бог заранил в нас семя молитвы мы отвечаем Ему не мы первые молимся к Богу а Он всегда первый молится к человеку именно хотелось бы подчеркнуть что молитва это разговор человека с Богом и Бога с человеком но именно называется этот разговор молитвой если мы обратим внимание есть такое в русском еще языке слово мольба именно и Бог обращает к человеку свой разговор который скорее напоминает мольбу помните аз говорит Господь о себе стою и стучу в сердце человека то есть когда человек стоит за дверью и стучит то это тоже некое выражение мольбы а если с той стороны идет дождь снег холодный ветер дует то тем более мы воспринимаем стук в дверь со стороны этого человека как мольбу о сострадании Христос всегда обращен к нам с мольбой иначе бы это не умиляло наше сердце так как оно умиляется и вот когда происходит диалог между сыном и отцом небесным это очень поражает поражает потому что о чем они могут говорить если мы молимся к Богу так в основном понятно мы нуждаемся в его силе в его помощи конечно иногда мы благодарим Бога иногда словословим нужно заметить что самое высшее проявление молитв это словословие и церковь наша называется православной правильно ортодокси докса славить орто правильно славить правильное словословище воспевающие восхваляющие Бога и вот здесь нас умиляет Иисус крестившись молился и вот настолько важно сейчас как-то проникнуться именно этим сюжетом евангельским и связать этот сюжет евангельский с первой страницей священного писания Библии когда Дух Святый нашавшийся над первозданной водой то есть над первом отели и тогда не было очевидцев творения мира были но не люди были ангелы они восклицали и восхваляли Бога как говорит нам Писание когда Господь творил этот мир но сейчас люди Иоанн Креститель в частности который рядом стоял со Христом огромное количество людей они стояли и могли прочувствовать и увидеть некое воссоздание мира мира потому что Дух Святой сходил как голубь а голубь нам известный из книги бытия это птица мира милости Божьей помните когда он появляется когда да ковчег после потопа и не спускался на него и действительно вода это такое вещество в этом мире которое является неким программным чудом у нас в церкви чудо по расписанию у нас чудо будет очередное хочу вас предупредить в среду водосвятный молитв мы можем его запланировать как у Мюнхгаусена помните у него запланировано было в первой половине дня слетать на Луну во второй значит победить Великобританию так и у нас чудо по программе Бог выполнит свое обещание и вода обычная вода становится освященной стихией она становится носительницей благодати Божьей Божественной энергией и вот эта вода она становится огненосной водой потому что она нетленная она не портится святая вода это факт все об этом знают происходит воссоздание мира и каждый раз когда мы стоим на водосвятном молебне то мы в таком конспективном варианте переживаем это воссоздание Господь дает нам возможность именно прикоснуться к этой обновленной стихии и когда совершается крещение человека то человек грешный погружается в святую воду а Христос погрузился в сточную воду человеческого греха и в этом огромная разница крещения Христа когда Христос взял грех на себя человечество окунувшись в эту воду то на него и на все вокруг сошел Святой Дух и глаз от Отца Сесын Мой возлюбленный в Тебе Мое благоволение вот здесь происходит диалог между Сыном и Отцом при содействии Святого Духа почему Сын и Отец а потому что Иисус как мы говорим крестившись молился и отвечает Отец Ты Сын Мой возлюбленный в Тебе Мое благоволение что могло вызвать какая молитва могла вызвать такие слова у Отца видимо в этот момент он переживал Христос что он переживал в Гефсиманском саду а в Гефсиманском саду он переживал чашу кровавую чашу которая ему надлежала испить Ты Сын Мой возлюбленный звучит как утешение тогда мать подчеркивает что сын ее любим ей когда он чем-то расстроен на печали и вот здесь Отец утешает крест который берет на себя всю грязь которую берет на себя Спаситель он ощущает всем своим человеческим существом Христос в этот момент что он окунулся в грязь он испачкался Иисус исполненный Духа Святого возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню 17.35 сейчас какие у вас вопросы по тексту прежде всего вопросы есть заканчивается глава сессии вот этим перечислением имен что Иисус был сыном Луки Луки нет мы еще не будем говорить об этом мы говорили значит родословное по Матфею а по Луке мы еще будем на следующем занятии мы коснемся да громче говорите пожалуйста почему ангел является во сне но во сне нужно понять что сон это такое знаете защищенное я бы сказал с одной стороны состояние для человека вот если бы ангел явился не во сне вот помните что было с теми людьми кому он являлся не во сне Захарий в частности когда он ему благовестил о рождении его сына он убоялся а во сне это откровение менее болезненно для самой как бы конституции душевной человека это как некое откровение вот которое но не так воспринимается как воспринимается в бодрственном состоянии вот сейчас представьте себе появляется здесь да кстати мы о подсознательном будем говорить вот потому что хотя можно вы знаете упомянуть один момент очень важный помните когда Дева Мария посетила Елисавету свою сродницу и она уже имела в очреве своем Иоанна Крестителя то младенец взыграл то есть Иоанн Креститель взыграл в очреве Елисавета и вот перенесемся немножко вперед мы еще пока не проходили этот момент но мы будем на следующем занятии проходить где будет сказано что Иоанн Креститель не знал его то есть Христа но мы знаем с другой стороны что он знал когда был младенцем в утробе материнской он взыграл от присутствия значит спасителя и Девы Марии она только зачала но уже было в очреве значит это божественное дитё и вот что такое подсознание и что такое сознание это конечно является некой загадкой антропологии учения о человеке но какие-то ответы из священного писания мы можем получить человек прежде чем начинает осознавать что-либо он уже живет полноценной жизнью знание оно вторично по отношению к человеческому бытию человек есть то что он есть на определенном этапе его развития и он может жить полноценно впитывать расти но в то же время еще не осознавать ничего не знать но тем не менее мы должны заметить насколько важно подсознание для сознательной жизни потому что все начинается с предрассудка предрассудок не в смысле суеверия а предрассудок то что буквально перед рассудком а перед рассудком это подсознание то что человек впитывал прежде чем он начал осознавать и в результате когда он начинает что-то рационализировать о чем-то говорить рационально логически он всегда становится на позицию он говорит это рационально с позиции подсознательного потому что вся мотивация в основном возникает в человеке именно с подсознательного и вот часто мы называем это подсознательное сердце мы часто говорим умом мы понимаем а сердце мы ничего сделать не можем то есть получается что сердце оно какой-то своей жизнью живет ум как будто своей мы не можем до конца рационализировать все наши сердечные импульсы и вот когда идет речь о том что мы не можем сердце мы не можем противостоять умом своим сердцу своему говорит уже о поврежденности нашего сердца о том что оно испорчено грехом это то о чем мы будем говорить позже апостол Павел говорит что имею внутри себя закон ума и закон тела своего вот вот этих импульсов каких-то бесконечных и то чего я не хочу я делаю да но именно у святых людей происходит как раз вот это гармония сочетания поучение сердца моего что разум мы часто поем это в субботу за полиэлеем поучение сердца моего разума ум разум наш должен быть наполнен вот этими смыслами духовными и мы должны учить воспитывать свое сердце именно вот этими смыслами духовными а во Христе было все гармонично сразу он не учился ни у кого он был гармонично устроен потому что в нем не было греха еще какие вопросы вопросов нет тогда мы продолжим наше занятие так читайте об искушении сатаной креста это вот Луки четвертая глава ну в принципе во всех не во всех но Матфея еще есть это искушение ну и дальше прочитывайте можем мы можем Продолжение следует...